Всем огромное привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня начинаю снимать новый влог. Я уж тут не знаю, куда деться, потому что у нас очень-очень пасмурно в Санкт-Петербурге. И у нас, девочки, 13 градусов. 13! Супер! Просто! Утром было 10. То есть в июле, в начале июля у нас было 33, сейчас 13. Супер! Питерская погода вернулась осень вовсю, как бы. В общем, кошмар какой-то. Значит, сегодня во влоге я вам, во-первых, как обещала, покажу, какая у меня получилась сметана. Я скажу сразу, что сметана была просто обалденная. Я вкуснее, наверное, не ела никогда. Нет, ну когда-нибудь ела, наверное, но... Просто обалденно вкусная сметана, которую я сделала из заквасок. И просто супер! Я вам ее покажу и также покажу заказ Фаберлик. Хочу показать сметану, которая у меня получилась из вот этой закваски Багздрав. Делала ее на сливках. Вы посмотрите! Просто не то, чтобы ложка стоит. Это вообще... Она очень вкусная, прям густая-густая. Вот такая она у меня получилась в кастрюльке. В общем, переложила часть сюда. А часть хочу сделать такую... Такую зеленью, чесноком сейчас пойду зелень и насобираю. И как раз на бутерброд будет супер! А это у меня будет просто как сметану. Вот эту сметану хорошо использовать, ну, делать, да? Допустим, вы делаете какой-то сметанный крем. И представьте, у вас вот такая густая, просто! Просто как комочки! Она у меня постояла 6 часов в духовке при температуре 40 градусов. Вот. И потом всю ночь в холодильнике. И вот такая вот вкусная сметанка. Прям не то, что вкусная, она обалденная, девочки. У меня получилось. Вот сейчас вот это вот хочу зеленью сделать, а это просто оставлю как сметану. Так что супер! Мне очень понравилось. Класс! Так, ну и давайте покажу свой заказ Фаберлик. Начнем с бытовой химии. Заказала вот этот кондиционер. Мне, кстати, он очень нравится. Он возвращает цвета, яркость. В общем, всякие светорочки. И яркие какие-то вещи. Очень классно вот с этим кондиционером. Действительно, более мягкие. И не выцветают вещи. В общем, мне он очень нравится. Я его именно в основном для всяких светорочков, всяких, ну, вязаных вещей использую. Дальше вот такой кондиционер. Очень мне понравился по аромату. Вот этот вот очень такой приятный. Какой-то летний. Действительно, мелодия солнца. Очень приятный аромат. Так, дальше вот здесь вот у меня вот это концентрированное универсальное средство. Я им мою все. И пол, и на кухне, и в общем, все мою им. Девочки, мне очень нравится. Очень прикольное средство. Так что с удовольствием беру его. И вот такое вот средство для мытья посуды решила для разнообразия с ароматом малины. Вообще, мне все средства. Ой, слушайте, реально малиновым вареньем пахнет. Очень вкусно. Мне все средства вот эти для мытья посуды от Фаберлик нравятся. Не сушат руки, хорошо пенятся. Я их не разбавляю. Использую вот концентрированную. Просто чуть-чуть на кубочку наливаю. Даже вот этим средством и столешницу могу помыть. Там, если не сильно грязно, и плиту, и так далее. В общем, нравится. И средства для ванной комнаты. То же самое. У меня нету сильной ржавчины. Вот, но вот удаляет грязь. Да, действительно, мыльные разводы. И все вот это вот. И тоже очень люблю. Отдельно для него приобретается вот этот вот спрей-распылитель. У меня отдельно есть. Вот. И заказала здесь. Что-то я тут пролила. Наверное, кондиционер. Наверное. Ладно, сейчас покажу вам потом. Помою. Значит, заказала здесь вот эти вот лопаточки. Давно я на них тоже смотрела. Вот, кстати, я люблю подобные лопатки. Ими я, когда зажарку какую-то делаю, перемешиваю. Вообще чаще всего использую вот такую. Мне очень нравится. Смотрите, она очень классная такая. Ну, добротная, добротная вещь. Мне очень понравилась. Надо мне вторую такую взять. Вот такую лопаточку. Тоже для жарки очень удобно, да. Нет, замените все мои, потому что у меня уже все, все в негодность пришло. И вот такую вот тоже ложечку. Вот эту ложечку я тоже использую, там, перемешать что-то. Овощи тушеные какие-то и так далее. Тоже классно. Она такая как прорезиненная, просиликоненная. В общем, буду использовать. Потом расскажу, покажу, как они. И вот такие вот ножницы взяла. Кухонные. У меня есть одни кухонные ножницы, но они у меня постоянно теряются, находятся и так далее. В общем, взяла еще одни себе. И вот они, видите, легко разрезание костей птицы и рыбы. Вот, но они прям такие мощные. И вот здесь вот есть такая, видите, заглушка. Ой, аккуратненько. И они прям, то есть там внутри такая видна пружина или что, очень, очень прям мощные. Видите, вот здесь такая штучка. Здесь зазубрины такие. Я думаю, что мне понравятся. Ну, в общем, тоже буду пользоваться. Потом расскажу. И мне нравится то, что их можно вот так оп, и они держатся. То есть удобно хранить. Вот такие вот ножницы. Артикулы, как всегда, я вам оставлю все внизу на фобоксе. И еще я взяла себе тапочки, девочки. Вот такие, смотрите, какие прикольные. Пока есть, девочки, обязательно заказывайте. Единственное, что я себе взяла 40-41 специально, с учетом того, что я вот такие еще тапки, бывает, ношу с носком. Вот. И они достаточно... Кто-то у меня тут хорапит. Вот. Я ношу с носком. И они достаточно широкие. Подойдут на широкую ногу в том числе. Мягенькие, удобные, классные. Вот. Они мне великоваты и в объеме здесь. Но вот с носком будет мне вообще супер классно. Так что... Вот. Ну, и, конечно же, как всегда, каталог, видите, уже такой. Прям осенний. Вот. Так что... По листаю его тоже посмотрю, что тут есть новенького интереса. Так что вот такой вот у меня был заказ Фаберлик. Ссылки, артикулы, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Сижу тут девчули мои. Девчули мои. Девчули мои. Мои девчули, да. Девчулечки мои. Сладенькие со мной. Это вот подушки у меня. Вот это вот красавица. Все сминают вот эти вот. Все сминают подушки, да. Все подушки мы сминаем. И еще хотела вам в сегодняшнем видео показать. Меня спрашивали по... Я собираю кабачки, да. Я посадила кабачки, собираю их вовсю. И говорила, что я их собираю на кабачковую икру. И вообще я их посадила для кабачковой икры. Потому что мои домашние, муж и дети, кабачки едят только в виде кабачковой икры. Больше ни в каком виде. Ни оладушки, ни запеченные, ни фаршированные. Никакие, вообще никакие кабачки не едят. Ни в каком виде, точнее, да. Кроме как кабачковой икры. И я сделала кабачковую икру. Я ее делала уже дважды. И первый раз я сделала, у меня получилось 4 баночки маленькие. И второй раз у меня... Ну, у меня там разные банки. Я не знаю, сколько они по объему. Не знаю, разные баночки, в общем. И у меня получилось... Вчера вот я делала 7 банок, да. Но, в принципе, я кабачковую икру еще делаю и ее раздаю. Потому что всем очень нравится моя кабачковая икра. Она действительно очень вкусная. Она просто обалденная. Как магазинная. Даже лучше. Она без уксуса. Но, я уже, в общем, снимала на канале. И у меня есть рецепт. Я вам оставлю ссылку на рецепт с кабачковой икрою внизу в инфобоксе. Но я хочу предупредить заранее, что кому бы я не давала свой рецепт кабачковой икры, она взрывается. Причем, вот закатаете вы 10 банок, и 10 банок взорвется. У меня даже одна моя знакомая вообще перестала со мной даже здороваться. Представляете? Из-за того, что я дала рецепт. Я ей все объяснила. Я все рассказала. Сказала, что все может взорваться. И все равно она сделала. И у нее взорвалось вообще. То есть она просто все лето крутила кабачковую икру. И она у нее вся взорвалась. Даже с учетом того, что она держала ее в холодильнике. Почему она может взорваться? Во-первых, в видео, которое вот я вам оставлю, я его снимала, наверное, года 3 тому назад, рецепт с того времени у меня не изменился. И я там объясняла причины, по которым могут взорваться банки. То есть кабачковая икра очень вкусная, мега вкусная, но очень капризная. Если вы там почитаете комментарии, там одна девушка написала мне, что у нее взорвались все банки. Все. И почему со мной перестают общаться из-за этой кабачковой икры? Потому что многие считают, что я что-то не додаю. То есть я специально искажаю каким-то образом рецепт. Или туда нужно добавлять уксус или лимонную кислоту. А я об этом не говорю. Вот как раз-таки там девушка тоже писала о том, что, скорее всего, надо было добавить уксуса. А я об этом не сказала. Нет. Я делаю без лимонной кислоты и без уксуса. Основная причина, почему взрываются банки, это не та консистенция. Я вам сейчас покажу. Вот у меня сейчас соседка просит. Я вчера делала кабачковую икру. Угостила ее. Ну, не банку дала, да, а вот как бы в мисочке. Угостила ее кабачковой икрой. Она тоже делает кабачковую икру. Я покажу сейчас ее кабачковую икру и свою. Она у меня просит рецепт. Я ей говорю, взорвется, все взорвется. Ну, в общем, короче, со мной она, наверное, тоже потом не будет общаться. В общем, консистенция. Это самое важное. Плюс все ингредиенты, они не должны быть подпорчены. То есть, если кабачок хотя бы с одной стороны стал мягеньким, все, он не подходит в кабачковую икру, потому что взорвется все. И при обжарке овощей, если они подгорели, тоже не подойдет. Если когда вы уже саму вот эту вот кабачковую икру провариваете, а проваривать ее нужно как минимум 30 минут, она вот так вот бурчит там, выплевывает вот это все, обжигает. У меня, я обожгла себе одну руку вчера. Это всегда, у меня всегда такое. То есть, я на самом деле ненавижу ее делать, но я всегда делаю, потому что знаю, что очень многим нравится. Я свекру своему даю и, в общем, всем раздаю эту икру, и мои домашние ее едят с огромным удовольствием. Вот. И когда вы провариваете вот эту саму смесь, если она прилипла к кастрюле, если она подгорела, можно даже не закладывать в банке, потому что 100% взорвется. Давайте я вам сейчас покажу консистенцию своей кабачковой икры и консистенцию той кабачковой икры, чаще всего рецепт, который бывает у других хозяюшек. Она тоже очень вкусная, но моя вкуснее. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, девочки? Давайте вам все покажу. Итак, давайте покажу. Вот кабачковая икра, которую мне дала соседка. Она тоже очень вкусная, кстати. Вкусная. Но я такую делать не буду, потому что, когда я предлагаю кому-то свою кабачковую икру, все ждут именно мою кабачковую икру. Я по этому рецепту готовлю больше 10 лет. Первый раз я сделала такую кабачковую икру. Я сейчас ложечкой вам покажу. Вам не покажу. Вам не покажу. Мама на кухне. Все сразу на кухню, да? Ложечку тут достаю. Так, что у меня тут? Бардак на кухне. Надо убираться. Вчера, потому что я... Сейчас я вам покажу. Вот видите, что у меня тут? Плита грязная. Одна кастрюля, вторая. У меня тут кошмар какой-то. Будем мыть сейчас все. Не будем ничего готовить. Будем мыть. Ничего вкусного нету. Будем убираться только сегодня. Сидят. В общем, смотрите. Вот это вот кабачковая икра соседки. Посмотрите на консистенцию. Видите? Комочки. Вот. Нет. Но она очень вкусная, кстати. И она сюда добавляет зелень. Зелень, которая в огороде у нее. Она делает то же самое. Здесь морковка. Немножко помидорчиков она добавляет. Чуть-чуть томатной пасты. Лук. Зелень. Ну и сами кабачки. Точно так же все обжаривает. Потом по кружным блендерам делает. Вот. И проваривает, закатывает, стерилизует. Также без уксуса. И не знаю, добавляет такую лимонную кислоту или нет. И в холодильник. Вот. Вкусно. Очень вкусно, кстати. Вот. И вот моя кабачковая икра. Смотрите. Она как пюрешечка. Она однородная. Она реально детская пюрешка. Вот смотрите. Видите? Вот эта черненькая. Это душистый горошек. Размолотый душистый горошек. Кстати, он у меня закончился. Надо будет мне купить. Потому что, ну не знаю, 13 градусов на улице будет у меня еще кубочки. Нет. Вот. Видите? Вот. Этот кусочек душистого горошка. Вот. Они вот здесь вот прям плавают. Видите, какая консистенция? Детского пюрешечки. Пюрешечки. И вот консистенция. Это погружным блендером сделано. А вот это... Так, девчули, расходимся. Мама ничего не готовит. А вот это я делаю... Девочки, я извиняюсь за бардак. Вот это все. Потому что я, когда готовлю, у меня все. Вот просто все. Вот здесь вот просто... Ну, то есть я ее провариваю вот в такой... Вот такая у меня кастрюлька. Это я вчера что-то готовила. Надо, кстати, ее почистить. Вот такая кастрюлька. Я ее провариваю так ложкой, да? Постоянно мешаю. Я не отхожу, когда провариваю. Вот все там 30-40 минут, что я провариваю, я не отхожу от этой кабачковой икры. Я ее постоянно мешаю, мешаю. Потому что прилипнет все. Пиши, пропало. У меня, кстати, ни разу не взорвались банки. Ни разу, девочки, клянусь. Вот. Я делаю вот в такой вот... Вот в такой... В таком... Что это? Блендер тоже. Как это назвать? Короче, это для коктейлей, да? Сейчас я покажу, какой фирмы. А я не знаю, какой фирмы. Видите, он тоже у меня весь заляпанный. Это все вчера я готовила. Сейчас его буду намывать. Я не знаю, что за фирма. В общем, вот так он выглядит. Чаша стеклянная, но неважно. Неважно, какой фирмы. Ему столько жилет, сколько я готовлю кабачковую икру. Реально столько жилет, девочки. И если он сломается, все, я перестану готовить кабачковую икру. Все, на этом все закончится. Я ненавижу ее готовить, потому что полдня все это почистить. Все это намыть. Потом намыть всю кухню, потому что, видите, что у меня творится. Это все от кабачковой икры. Я сейчас все буду это стирать. Я вам сейчас с утра снимаю, девочки. Потому что вчера я вечером поздно уже это делала. Что-то перемыла, бросила, ушла. Короче, все. Вот. И как я взбиваю вот в этом блендере? В нем же сложно взбить то, что достаточно густое. Я обжариваю вначале все овощи. Обжариваю и складываю в одну кастрюлю. Вот в моем случае я вот в эту кастрюлю. Это тоже у меня для заготовок ее тоже. Я ее не чищу, короче. Она у меня вот так для заготовок, для чего-то такого там. Для ерунды всякого, короче. Такая кастрюля. Показываю, как и есть, девочки. В общем, я все сюда складываю. То есть обжариваю овощи и перемешиваю их. Кабачки дают сок. И потом я поварешкой вместе вот с этим соком, который у меня в кастрюле, закладываю вот сюда. И да, блендер может перегореть вот этот вот. Потому что сложно. Я вот несколько, то есть когда у меня много кабачков, я несколько раз заложила прям горячее сюда. Перекрутила, залила вот уже вот в эту кастрюлю, в которой я буду проваривать. И немножко блендеру остыть, потом опять, чтобы он у меня не перегорел. Потому что перегорит, я буду плакать. Вот. Вот и все. Вот, не знаю. Ну и, соответственно, все банки, все должны быть чистыми и идеально чистыми. То есть, если вот здесь вот очень часто после заготовок, вот здесь вот образуется такой вот налет. Вот этого не должно быть. Банки должны быть простерилизованы. Я часто для кабачковой икры использую исключительно новые крышки, чтобы они не были тоже вот здесь вот грязненькие. То есть, все должно быть так, как нет уксуса. Все должно быть идеально чисто. И потом их стерилизую в духовке при температуре 110 градусов 30 минут у меня стоят. Вот такие же небольшие. Сколько это объем? Вот я не знаю, сколько это объем. Наверное, сюда входит 600 грамм. В общем, вот так вот. Кабачковая икра у меня замороченная. Ну, нереально вкусная. И вот такой вот она консистенции. Здесь нет помидоров. Здесь из ингредиентов только кабачки, лук. У меня бона пушит. Видите, у меня все. У меня бардак вообще жуткий, девочки. Извиняюсь. Вот. В общем, у меня только лук, кабачки, морковь, масло растительное, томатная паста, соль, сахар, перец по вкусу, душистый горошек. Все. Вот. И вот такой вот, вот это прям ням-ням. Как мы едим эту кабачковую икру? На хлебушек ее намазывают. Потому что она вот такая. Она такая остается. Она не густеет. И в качестве соуса на рис, на макароны, на мясо. Муж у меня ее вот просто-просто вот так вот выкладывает. А еще иногда просто кто-то ест ее ложкой. Вот так. Ням-ням. И все. Обычно я кому-то даю, когда вот я даю вот такую баночку, да. И мне потом пишут, Наташа, я за один присест съела полбанки. Вот. Ну, просто так ложка оттуда с хлебушком как бы. Ну, кто-то без хлебушка, кто-то с хлебушком. Она действительно очень вкусная. Я советую, если вы хотите вообще попробовать вот такой мой рецепт, сделать, не закатать, а просто сделать из килограмма кабачков. У меня там написаны ингредиенты, в комментариях они закреплены в том видео, на килограмм кабачков. Заморочно. Очень. А в особенности, если вы сразу делаете много кабачков. Меня вот выбешивает просто. Я два дня собираюсь ее готовить. Вчера в итоге плюнула. Думаю, кабачки испортятся, надо делать. Сделала. Пока вот все это жарила, пока месила, пока все это делала. Короче, уже ненавидела эту икру. Вот. Я ее все время ненавижу, когда я ее готовлю. Но потом мне очень приятно, когда мне... Когда с огромным удовольствием у меня берут банки и едят ее. Так что вот так вот. Вот. Так что вот вы видите разницу, да? Я показала. Вот это и вот это. И зелень сюда добавлять не нужно. Ни в коем случае. Ни зелень, ни чеснок. Потому что вот одна знакомая у меня тоже сделала такую же консистенцию, но добавила зелень. Зачем-то. И у нее тоже взорвалось. Короче, у всех взрывается. Ни один человек мне еще не написал, не позвонил, не сказал, что у меня получилось. У всех взрываются. Вот. А если сюда добавить уксус, то будет уже не такой вкус. Так что вот так вот, девочки. Так что вот такая вот. Мне вообще иногда, кстати, говорят, что я ведьма, а кабачковая икра – это мое зелье. Как-то так. Так что вот. В общем, что делать? Буду сейчас все тут намывать, убирать. Лень, как бы. Еще я не люблю ее готовить, эту кабачковую икру, потому что у меня обычно все. Просто я и так, когда готовлю, у меня вся кухня уделана. А после кабачковой икры вдвойне. И еще обязательно ее нужно укутывать до полного остывания. Вот я вчера сделала. И вот она у меня тут под ореялком живет, моя кабачковая икра. Вот она. Она еще тепленькая. Она еще будет тут стоять. Я тут уделала даже вот это вот. Вот видите, все там уделала, короче. Все стирать, отстирывать. После нее надо. Вот сколько у меня получилось. Сколько это объем? Тут что-то два написано. Я не знаю, на них не пишут, на них какой объем. Меня спрашивают. Джуси, это не тебе. Меня спрашивают, какого объема банки. А я не знаю. 3, 1. А, вот, 0,7, смотрите. Значит, 0,7, 0,7. Вот это побольше, наверное. Вот это побольше. Ну, как примерно 0,7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь банок. Это у меня кабачков было 4,5 килограмма. Очищенных, без семечек. Семечки нельзя сюда. Вот, так что пусть они у меня еще полежат. И сегодня вечером, то есть они у меня, в принципе, сутки вот так вот под одеялом остывают. И потом буду убирать их в холодильник. И, кстати, вот мой холодильник с заготовками. Он уже почти полный. Там у меня вяленые помидоры. Вот это все вяленые помидорчики. Здесь у меня баклажанчики, салатик, который я вам показывала. Здесь вот мои закваски. Это вот это вот безалкогольное пиво. У меня еще следовательно лежит. Вот, пусть лежит. И вот она, кабачковая икра. Это вот первый раз, когда я закатывала. Вот у меня вот такие вот получились. Вот так вот она выглядит, видите, девочки. Вот такая вот. И хранится она у меня. У меня вообще все заготовки хранятся в холодильнике. Вот, потому что у меня такая достаточно теплая здесь кладовка. Это тоже вода тут, запасы. Там запасы корма внизу у меня лежат. И это мое лечо. То есть, в принципе, я уже выполнила весь свой план. Это вот у меня как бы технический такой холодильник. Весь свой план я выполнила. Вот. И заквасочки. Вот какая сметанная закваска, которую я делала. Очень вкусно. Очень. Девочки, прямо балдеж. Они сметана обалденная просто. У меня и детям понравилось. С блинчиками так вообще нереально круто. Вот. Так что храню в холодильнике. Не знаю, надо их хранить в холодильнике или нет. Но я все время их храню в холодильнике. Вот. Так что вот такие вот у меня заготовки, девочки. Вовсю. То есть, еще буду, пока кабачки будут давать, буду еще делать кабачковую икру. Потому что, ну что, у меня 4 и 7, да, 11 банок. И это мало. Потому что, потому что буду раздавать ее. Вот, как всегда. Так что. Ну, а вот эти вот я никому не даю. Это только нам. Это только нам. Так что вот такие вот у меня заготовки в этом году получились. Короче, хожу мимо кухни. Все хожу мимо нее. Не хочу убираться, девочки. Не хочу. Сегодня на ужин буду делать джуси. Джуси у меня пищит, играет. Ну, джуси. Не пищи. Тесто Фила. Не готовила из него пока ничего. Спасибо вам огромное за то, что мне написали. По поводу того, чтобы я обязательно посмотрела, как с ним работать и так далее. Спасибо вам огромное, девочки. Но она у меня пока будет лежать. Потому что я, ну, видимо, сейчас вот эти все заготовки, вот эта подготовка к зиме, скажем так. Я вообще, у меня вообще на готовку, я вообще ничего не хочу готовить. Я раньше все время хотя бы раз в неделю какой-нибудь печенец делала, там еще что-то. Сейчас вообще ничего не хочу делать. Ничего. Сейчас вот нажарю котлет из индейки, из филе бедра, да, индейки. И все. И ничего не хочу делать. Ну, в плане на кухне, я имею в виду. Короче, устала от кухни я. Вот. Поэтому ничего не хочу. Плюс еще сейчас готовимся к школе. У нас будет родительское собрание. И я заказала одежду, я заказываю детям. Ну, как бы младший у меня пойдет последний год в садик у него выпускной, как бы, да, выпускной, не класса, выпускной, в общем. А старший у меня идет в четвертый класс. И всю одежду, конечно же, я где заказывала? На Ламоде. Потому что она ко мне приезжает. У меня тут уже курьер один и тот же ко мне ездит. Вот. И, в принципе, из одежды купила, ну, практически все. Наверное, еще что-то уже докуплю в сентябре. То есть там на физкультуру, на физкультуру в садике у нас еще есть. Здесь на, в общем, в общем, короче, все уже почти купила. Удоела. Вот. А канцелярию я решила заказать на Лабиринте. Я вам уже показывала. Кстати, спасибо огромное тем девочкам, кто мне посоветовала этот сайт. Я вообще про него знать не знала. Я с ним не сотрудничаю. Это мне посоветовали кто-то из вас. И спасибо вам еще раз огромное. Сегодня должны мне привезти. Не знаю, привезут сегодня или нет. И причем, то есть, получается, я заказала через два дня. Через два дня ко мне должны приехать. Должны. Ну, может, не приедет курьер. Не знаю. Дождик начался. Все может быть. Вот у нас, кстати, да, дождь начался. Ой, я вам еще забыла цветочек показать. Сейчас покажу. Я тут, кстати, намывала подоконники недавно. Ну, мне, я смотрю, мало это помогло. Вот. А вот с этой стороны окна. С этой стороны я уже мыла. А вот с той, с уличной стороны, я хотела помыть, но начался дождь. И я не знаю, надо мне мыть или нет. Но у меня они просто пыльные, знаете, такая, ну, как пыльца какая-то. То есть, мне, в принципе, их, ну, как вы видите, окна чистые, да. Вот. То есть, в принципе, мне их нужно только... Это, кстати, орешник наш. Мне их нужно только, ну, как бы слегка промыть на зиму, да. Вот. Ну, не знаю. Все, дожди, дожди. Видите, как у нас пасмурно. Вот. И цветочек. Смотрите, он у меня до этого свел всего лишь один раз в год. Я в этом году поставила его вот сюда, на первый этаж. Он у меня до этого стоял в спальне. Вот это у меня красный, вот это у меня белый. Он стоял у меня в спальне. Почему я его принесла сюда? Потому что там муж пилил и так далее. И, в общем, ну, делал балконную дверь, и я побоялась, что он мне поломает мои цветы. И я принесла их сюда. И здесь он у меня зацвел второй раз. Я думаю, я его здесь тогда и оставлю. И этот сюда тоже принесла красный. В общем, смотрите, какая красота. Так он у меня обычно весной только цвел. А здесь и сейчас тоже. Ну, красота. Боже, как мне нравится этот цветок. Хочу еще разных цветов. Я, кстати, видела сейчас, когда она искала вот этот учебник на Вальберес, еще увидела, продаются клубни вот этого цветочка, разных-разных цветов. Хочу. Его надо будет мне заказать. Вот. Так что вот такая вот красота у меня. Тут у меня азалия, но собралась свести. А это она, я так понимаю, погорела летом у меня. Или что с ней стало, не знаю. В общем. Вот. Но есть бутончики. Будут свести, наверное. Вот эти листики. Не знаю. Мне кажется, они подгорели. Потому что здесь у меня, получается, солнце там встает. Дневное солнце. Но оно не совсем сюда попадает. Но все равно. А вот это, видите, какая красота. Красота, красота. Мне кто-то из вас писал, что у вас по два раза в год цветет. Вот у меня теперь тоже. Так что вот так вот. А еще у меня вот эта маленькая песина. Вот это моя маленькая песина. Да? Маленькая песина мамина. Она привыкла, что у нас летом дверь все время открыта. Вот это. Сейчас же холодно. У нас отопление даже включено. Заходи. И она не понимает, почему так вот происходит. Что вообще за дела такие, да? Что скажешь за дела такие? Эта-то понимает, старшая, что уже как бы все, холодно, дверь закрыта. А маленькая не понимает. И поэтому она выходит на улицу, куда-то идет, а потом такая типа, пустите меня, почему дверь закрыта? Да? Это тоже их игрушка. Это тоже их игрушка. Кто принес вот это? Кто мамина ковер вот это вот все натворил? Вот это кто натворил? Боты? Скажи, не я это. Не я, это она. Да? Это она. Вот такие у меня девчули. Дичули мои. Да? Дичули, дичули. Такие сладенькие девочки. Не пищи, Джуз. Пищалка. Да, вот такие хорошие. Хорошие мои девочки. Вот так вот они играют. Ну, Бон, ты не играть. Бон, благородная девица. Что ей играть-то? Что, кухня прибрала? Теперь надо белье разобрать? Вот, что-то мне лень все, девочки. Все лень делать. И пришел ко мне заказ лабиринт. Вот так вот мне все приходит. То есть курьер мне передал именно все вот в таком виде. То есть ни в пакетике, ни в чем-то, а вот так вот. И в прошлый раз было то же самое. Вот. Еле сняла вот эти пленки. Их, конечно, очень много. По мне так лучше в пакет все сунули, чем вот так вот все запаковывать. В общем, заказала ему тут вот такие, смотрите, какие прикольные папки. Чисто такие пацанские, да. Ну, это папки вот тот же дополнительный английский сюда положить. Там и ЗО, и технологию. Ну, в общем, технология, да, у них это называется. Я уже забыла. Я уже забыла. Слава богу, да. В общем, сын мой даже не пришел смотреть. Он так счастлив, в кавычках. Даже Джузи-то не пришла и не посмотрела. Ну, и, короче, всякой тут канцелярии. Купила тетрадки. У меня еще куплены тетрадки с прошлого года есть. Поэтому я тут по пять штук это купила. Мне нравятся вот эти тетрадки с такой, в общем, плотненькие такие тетрадочки. Клетку, в линейку, это в клетку, это в линейку, да, вот такие. В общем, короче. Короче, всякие разные тут у нас тетрадочки. Вот. Обложки, соответственно. Тут еще тетрадки. Такой дневник. Сын у меня сам выбрал. Какой-то заряжается на солнце, светится в темноте. Вот как-то так. Вот. Ну, и тут цветную бумагу. Пущий цветной картон, кстати, я забыла. Лбом. Карандаши, ручки, краски. В общем, всякие ручки. Еще, смотрите, еще какую прикольную ручку я купила. Ну, меня любят такие вещи. Ну, мне кажется, чтобы он хоть как-то поднималось настроение у ребенка. Вот. Что-то я ему еще, еще тут у меня что-то было. А, еще вот это, это я уж младшему взяла. Вот такой набор для лепки из воздушного пластилина. Смотрите, какой прикольный. Потому что я младшему взяла. У меня любят подобные вещи. Старших тоже нет, конечно же. Еще для тетрадок, для учебников. Правда, большие они какие-то у меня. Ну, вот. Ну, и, короче, пластилины, я не знаю, надо им пластилин или не надо. Но я взяла. Если что, у меня младший его использует. Или младший на следующий год оставлю. В общем. Вот. В общем, такой вот целый, целый набор у меня. Конечно, что-то еще надо будет докупать. Ну, в общем и целом, в принципе, мы готовы. Главное, дневник. Это у меня сын и грызунок. Что тебе надо? Он мне, мама, у меня все есть. Мне ничего не надо. У него там огрызки, в общем, всякие. Говорит, ну, дневник мне, говорит, только новый купи. И все, у меня все есть, мне ничего не надо. Ну, у меня всегда так в плане одежды то же самое. Та же самая история. Вот тут дружка ко мне снова пришла. Да, дружка? Кто-то пришел. Козочка моя. Вот. Ну, и я на сегодня буду уже с вами прощаться. Сейчас пойду, разберу белье и уже пойду спать, короче. На улице дождь, поэтому мы с собаками не пойдем сегодня гулять. Вот. Так что, так что вот так вот. Вот оно. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Он был для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч.